Говорить мы будем о ситуации с водой. Традиционно уже по пятницам подводим итоги недели прошедшей. Говорим, что было сделано, сколько дождей прошло, какую они нам картину дали новую и какие шаги надо предпринимать, чтобы ситуация с водой в Крыму стала гораздо лучше. Общаться будем с гостями в студии. Доктор технических наук, профессор заведующей кафедры водоснабжения и водоотведения Академии строительства и архитектуры КФУ Илья Николенко в гостях в студии. Илья Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. И директор научно-производственной фирмы водные технологии Анатолий Копачевский. Анатолий Михайлович, вас также приветствую. Здравствуйте. Давайте начнем с актуального. У нас была такая неделя, пусть не сильно дождливая, но все-таки какие-то дожди были. Что с наполнением водохранилищ текущих после дождей? Какова текущая картина? Что-то улучшилось? Ну, на сегодняшний день значительных притоков мы не наблюдаем. По всей видимости, это в связи с очень сухой почвой верхних слоев. Да, и практически эти верхние поры все впитывают. Вот эти 40 миллиметров осадков, которые выпали, они практически полностью ушли в поверхностные слои почвы. И поэтому значительных каких-то притоков мы не пронаблюдали. Что-то ушло вообще от нас? Мы с вами все время говорим о том, как экономить воду. Надо сначала эту воду научиться всю собирать, которая у нас есть, и ее не упускать. Вот были какие-то у нас упущенные кубометры воды? Да, ну, можно посчитать. Площадь Симферополя – это 100 квадратных километров. Ну, и Симферополь практически водонепроницаемая в основном. И если взять 100 квадратных километров и взять 40 миллиметров осадка, то есть это 4 миллиона кубов, которые попали сначала в очистные сооружения укромные, а потом по реке Салгир пошли в Севаш. Ну, в принципе, вот эти воды, которые падают на городские территории, то есть пускай это даже будут объемы брута большие, то есть часть у нас в зеленом насаждении теряется и так далее. Но, например, есть большие проекты китайские, которые называются «Город Губка». Стараются собирать всю дождевую воду, а дождевая вода – это, так сказать, дар Божий. То есть это чистая пресная вода, которую собирать, вообще говоря, можно, и потом поставлять. То есть вот, например, 1 миллион кубов – это неделя водоснабжения Симферополя. То есть вот можно посчитать. Ну и поэтому становится актуальным вопрос переброски вод Салгира в межгорное водохранилище, которое можно было бы наполнять. Собирать. То есть и эта ситуация нам опять показала, что пока еще мы не научились всю воду, которая нам природой дается, аккумулировать и дальше использовать. Все равно вот даже за эту неделю теряем. Да, Анатолий. Ну тут нужно дополнить следующее, что не бывает все сразу. То есть тут, к сожалению, невозможно сразу перебросить воду из одного места в другое. То есть для этого нужно, чтобы все-таки было принято решение, да, выделены деньги, расторгованы контракты. И уже тогда исполнительные строительные компании зашли и, соответственно, начали строить. Но у нас же есть целый ряд регламентов и процедур, которые требуют времени для того, чтобы контроля бюджетных средств, для того, чтобы все было сделано правильно в соответствии с нормативами. Поэтому, несмотря на то, что мы уже в течение двух месяцев практически еженедельно говорим про различные мероприятия, ожидать о том, что они будут реализованы в течение недели, двух или даже месяца, ну, немножко наивно. То есть в любом случае потребуется какое-то время даже на преодоление психологической инерции всех людей, которые принимают решения в данном направлении. То есть фактически, чем занимается радио, да, это помимо информации, просто информации, она ведет, ну, функцию имеет изначальную, как просветительская деятельность. И вот благодаря просветительской деятельности радио, да, то есть общественные массы видят актуальные проблемы и в каком направлении двигаться, да, то есть большое количество людей. Это выполняет интегральную функцию в государстве. То есть когда разные ведомства между собой, каждый выполняет только свою задачу, но объединяющая главная цель, она становится тогда, когда это каким-то образом проникает в другую. Все правильно говорите, Анатолий, но только если учитывать момент, что с водой она ситуация сложная уже сегодня и уже сейчас, тут у нас нет времени ни на какую психологическую раскачку. Все надо делать очень быстро. Мы с вами обсуждали вот эти 14 пунктов, утвержденные нашим правительством, на которые выделены большие деньги, они уже, мы видим, начаты в реализации в Севастополе и в Симферополе в том числе. Вот по Симферополе, вернее, по Республике Крым можете сказать, что именно уже из этих пунктов вот вы видите в реализации, в практической или хотя бы в подготовке? Ну, первое, мы на прошлой неделе анализировали, было выделено 800 миллионов, то есть быстрее, чем на две недели, чем планировалось. То есть это как бы 10% от той суммы, которая планируется на 20-й год. И, ну, работы, так сказать, контролируются, то есть это активно ведутся работы по Севастополю, начались работы по строительству новых водозаборов, так, которые позволят, ну, облегчить ситуацию, будем так говорить. А вообще, нужно сказать, что вот это распоряжение 2668, это такое распоряжение, которое было вызвано вот кризисной ситуацией для решения вопросов вот в состоянии чрезвычайной ситуации с водой. И следующее, но мероприятие рассчитано на 5 лет, то есть через 5 лет мы сможем получать дополнительно порядка 100 миллионов кубов воды в год. То есть вот этот объем позволяет нам проходить вот кризисные ситуации вообще, которые появляются там раз в 6-8 лет, когда у нас осадков нет. Ну и действительно, сейчас пошли осадки по многолетним наблюдениям, то есть максимальные осадки у нас где-то начинаются в ноябре, в декабре, то есть это будут максимальные притоки. Надеемся, что почва пропитается и пойдут притоки, и тогда ситуация будет где-то улучшаться. А карсты начинают немножечко впитывать, Анатолий, вот вы нам на одном из эфиров рассказывали, что есть подземные источники, которые очень долго пополняются, есть которые фактически сразу после дождя. Ну, будем говорить так, разная скорость передвижения от источника питания до источника водозабора. Ну, главное, чтобы было из-за чего питаться. Но мы можем сказать, что вот те дожди, которые прошли на неделе, мы их потом выкачаем из тех водоводов подземных, которые сейчас строятся. Ну, безусловно, если дожди прошли над территориями питания этих водозаборов, то так или иначе они пополняют водоносный горизонт, и, соответственно, они оказываются в наших водозаборах. Ну, мы, к сожалению, сейчас в онлайне эту карту не видим. Хотя было бы неплохо, если бы у нас была такая онлайн-карта разработанная, где можно было бы наблюдать за движениями воды по Крыму. Ну, один из видов мероприятия, это все-таки анализ подземных водозаборов, вообще говорят, тоже, что надо делать первоочередное. Потому что все вот источники, которые, они там 20-летней давности украинцы, например. Могу рассказать одну такую историю из собственной практики. Работали мы как-то в экспедиции с геофизиками, и было землетрясение в Японии. И они через ноутбук, у них стоял датчик в одной из скважин, и они смотрели, как происходит динамика воды в этой скважине, в наблюдательной. Находясь в Крыму. Да, находясь в Крыму, это был какой-то там, 12-й год, по-моему. И, соответственно, они видели о том, что приближается землетрясение, то есть они вот эту, ну, как они уже, когда там, как говорится, оно произошло, оно накапливалось в данных, ну, как ежедневно. Они говорят, что можно было это предусмотреть уже, потому что уровень воды уже колебался там за несколько часов до того, как проще пришлось делать. Вот они, новые современные технологии. Я думаю, что мы, конечно, придем. Хотелось бы, чтобы быстрее к этим технологиям пришли в Крыму. Я хочу напомнить, что на сайте Реа Новости Крым вышла буквально накануне статья, где идет анализ по остаткам в водохранилищах. Там и Партизанское, и Аянское, и Симферопольское, водохранилище Тайганское, где и сколько кубов воды осталось. И везде, конечно, идет спад. Темпы понижают, темпы понижения уровня воды наблюдаются, наблюдаются, и все меньше, и меньше, и меньше. У нас какие-то перспективы есть все-таки радужные, что хотя бы с тем графиком, который есть у нас сейчас в Симферополе, Симферопольском, Бахчисарайском районах, мы продержимся и дальше? Или придется сокращать, вот на ваш взгляд, как специалистов анализировать? К сожалению, обходит стороной вопрос о Загорском водохранилище, потому что Загорское водохранилище объем 28 миллионов кубов, то есть оно достаточно близко к партизанскому, но оно служит, находится на балансе Минжекаха, Крыма, вообще говоря, и снабжает в основном Счастливинское хранилище для нужд Ялты. Ну и расстояние до того же партизанского водохранилища 23 километра. Ну и мы не знаем состояние, то есть в Загорском воде есть у нас тоже на сайте данные понижения воды в Загорском, Изобильницком, Кутузовском, Балановском, Старокрымском водохранилищах от 3,4% до 9,1%, при этом наибольшие потери как раз в Загорском водохранилище и зафиксированы. Ясно. Ну тут надо говорить, что когда наступит, если вот пойдет неблагоприятный, да, всегда есть несколько сценариев, то есть пессимистичный, оптимистичный, ну и какой-то среднереалистичный, да, из каких-то там данных. И на каждое из этих мероприятий должен быть подготовлен там план действий. Ну, все-таки наша убежденность, поскольку на кафедре все-таки проводились оценки возможности очистки реки Салгир, то есть мы уже с вами говорили о том, что если будет пущен канал-окопатель, который идет со скоростью, там, 120 метров в час, что он 25 километров, там, вот этот канал может прокопать фактически там за несколько суток. Вот. Соответственно, если вот из Сирии начнут падать уровни серьезно в скважинах, да, то тут начнется каким образом, значит, можно будет перепустить эту реку Салгир в межгорное водохранилище. Оно сразу даст маленький переток там в первые сутки, да, но за счет того, что там эти 50 тысяч попадут, потом круговоротом оно опять вернется в Симферопольское. Плюс надо говорить о том, что 30 тысяч родников у нас ежедневно все равно сейчас даже в сухой период разгружаются в Салгиру и уходят в зону прессивашни. Вот. И таким образом все-таки решить вопрос. Но если смотреть оптимистичный сценарий, то все-таки притоки у нас там будут уже в конце этого года и в начале следующего, и следующий год должен быть более многоводный, и мы сойдем с графика. Но вопрос, что делать дальше? Потому что все успокоятся, режима не будет, а через 5-7 лет может опять наступить засушливый период. И главный вопрос ведь не только в том, что людям нет воды помыться. Все заводы стоят, они не могут работать в графике. Да, нам нужно еще и промышленное. Вот. Экономика не может развиваться. Сельское хозяйство, если поля не орошаемые, у них урожайность в 5-6 раз меньше, чем на орошаемых полях. И вода, которую мы им должны подавать, она должна им соответствовать по качеству, а научных работ на сегодняшний день в этом отношении не ведется. То есть по солевому составу. И второй главный вопрос, да, она по стоимости должна удовлетворять, чтобы цена на конечную продукцию была конкурентно способна тем же турецкими и китайскими продукциями. Я так понимаю, нам все равно надо как-то с мыслью соживаться, что все равно вода будет дороже. Будет ли опреснение, не будет опреснение. Какие-то меры, которые сейчас производятся по добыче воды в республике Крым, они все равно дорогие, они все равно требуют уложений. Какое-то, наверное, повышение придется нам пережить. Вы согласны? Ну, существует, во-первых, тенденция такая, что во всем мире, так как население растет, условия жизни растут, то есть водные ресурсы истощаются. То есть в любом случае надо принимать какие-то меры, готовиться к этому, что как бы там ни было, что-то нужно делать. Ну и есть подход Всемирный Конгресса воды о том, что проблемы должны решаться комплексно, системно и оптимально. То есть это должна быть, опять же, мы многократно говорим, что нужно составить перспективный водный баланс Крыма, то есть куда мы тратим, потому что, если мы говорим сейчас о проблеме с водоснабжением населения, это 40% нашего водоснабжения, так, а 50% идет в сельское хозяйство. То есть если мы этими решениями обеспечим население, что будет сельским хозяйством? Следующая у нас задача увеличить рекреационный потенциал. Для того, чтобы увеличить рекреационный потенциал, то есть там, я не знаю, в этом году, если у нас было 5 миллионов туристов, и если они потребляют там по 200 литров воды в день, то это миллион. То есть если они живут здесь 10 дней, это 10 миллионов кубов. Если мы вводим, то есть это будет, потребность нашей рекреации будет сравнима с потребностью населения. То есть тоже надо решать. То есть вот и как комплексно решается. То есть смотрят, кто у нас потребители, и смотрят, что может быть источником. Скажите мне, мы уже, да, да, Анатолий, еще. Еще хотелось добавить. О цене воды? Да, о цене воды. Слушайте, ну на самом деле хочется переоценить. Вот берем Израиль, и они для собственных нужд опреснительных станций или там водоочистных станций ставят свой энергоисточник и берут цену электроэнергии по цене, так сказать, производителя. У нас же водоканалы получают воду для своих нужд по цене коммерческой, как конечный потребитель. Таким образом, у нас вместо рубля стоит электроэнергия для водоканала 5 рублей, а 85% на насосных станциях, на очистных сооружениях. Это стоимость электроэнергии. И если мы говорим, то мы два раза в наценку закладываем вот эту стоимость электроэнергии вначале в продаже водоканалу, а потом ее в продаже. Тут надо тогда перестраивать концепцию. Это уже тогда, да, правительственный вопрос. Да, двойное закладывание в цену с населения. То есть, а будет ли при этом развиваться регион? На самом деле надо идти немножко другим путем. То есть, если мы хотим, чтобы регион развивался, надо искать пути снижения цены на воду. То есть, тут вопрос, и эти пути наверняка есть. Технологии там применять, которые сберегают энергию. Да, то есть, искать там тепло, использовать там как солнечное, так и бросовые там тепловых электростанций. Брать по цене с коллектора. То есть, тут надо настолько сбалансировать систему. Ну, опять-таки сбалансировать. Вот мы в каждой программе, мы касаемся вопроса, что нужна единая карта, единая схема, единый какой-то путеводитель, подход. Вот, да. И вот вы не раз говорили, что вы, в принципе, тоже готовы принимать участие в этих обсуждениях и тоже вносить свои наработки, свой опыт в построение такой схемы. Есть уже какая-то информация? Кто-то начал этим заниматься? Или вы ее не знаете, а, возможно, ведется уже такая работа, какая-то глобальная, по разработке вот этой вот единой водной схемы Крыма? Ну, дело в том, что единая схема водоснабжения, которая была сделана в 2018 году, она сейчас планируется правительством на ее улучшение и повторное рассмотрение. Но она, опять же, скорее всего, будет касаться большей части коммунальных вопросов. Она рабочая, эта схема 2018 года? Или она уже не актуальна? Ну, почему? Она очень актуальна, потому что она собрала большую часть данных в себя и позволила смотреть на основной массив данных, что мы имеем и где какие проблемы имеются. Но эту схему надо увязать дальше. Во-первых, ее надо актуализировать. Это такая же системная работа, которая должна периодически повторяться. Также какие-то гидрогеологические изыскания по подземным водозаборам, которые должны мониторить, что происходит с водными ресурсами. А второй вопрос, что должна еще вкладываться то, о чем мы говорим, про комплексность. То есть с экономикой развития региона. Есть такое, да. Да, вот я не зря принес вот такую замечательную Крым. Настоящее и будущее. Я думала, вы какую-то художественную литературу читаете в эфире. Нет, эта книжка была написана в 1995 году. То есть Крым. Настоящее и будущее. В котором ученые Крыма отражали главные аспекты развития и смотрели на многогранность. То есть они говорили про климатические особенности Крыма. Они говорили, какие культуры надо выращивать. То есть если мы говорим про эфиромасличные культуры, которые производство на сегодняшний день падает. И соответственно, сейчас их даже, если отдельные поля сохранились и уменьшаются эти поля, их даже выращивают, то их даже уже не перерабатывают здесь. Или в очень малом количестве. Продают голое сырье. То есть надо делать это производство. Под это опять же нужны те или другие ресурсы. И вот это все должно быть увязано. Экономика. На каких полях что произрастает. А вас не пугает, что у нас так стремительно меняются климатические какие-то условия, что вот те наработки, которые были в 95-м году, уже к 2025-му, они вообще не могут не быть актуальны. Даже синоптики уже не могут предсказать погоду на ближайшее будущее, потому что у них настолько разные данные за каждый год, что нет какого-то единого знаменателя. Ну вот как ни странно, если проанализировать осадки даже просто в городе Симферополе. Если взять за 50 лет, эти осадки средние, средние составляют там 495 миллиметров. Если взять за 30 лет, то есть они где-то там 500 миллиметров. А если взять за последние 25, они 520 миллиметров. То есть тут вот увеличивается. Поэтому тут... А тут интересный вопрос. Есть профессор Холодца в Севастополе, который рассказывал, как формируются осадки. Они с Атлантики идут в водные массивы и не менее 7 раз выпадают на территорию суши, на которой они идут. Транспирируются растениями, испаряются и движутся дальше в нашу сторону. Так вот, если была массовая урбанизация в середине прошлого века, то были водонепроницаемые поверхности, и влага, которая выпадала, сразу уходила в реки и сразу в моря. Испарение понижалось, климат становился, подрастала температура. Более стопой. Но Европа, они приняли у себя экологические законы и восстановили количество лесов на сегодняшний день. У них уже больше, чем было даже до середины прошлого века. А у нас про такой вопрос, как залесение, как лесополосы. Но, к сожалению, то ли нет средств, то ли забываем, то ли не увязываем, что большое количество лесов понижает температуру и увеличивает количество влаги, выпадаемой на поверхность. И поэтому, когда у нас идут вырубки или отсутствует залесение, вот такое... Посадки леса. И даже тавриду мы строим, если залесение достаточно больших территорий вправо и влево от таврида не будет, то вот этот восходящий поток теплого воздуха от асфальта, он станет столбом для проникновения воздушных масс и выпадения осадков. И поэтому этот вопрос должен быть там сгармонизирован уже сейчас на уровне такой масштабной экологической стратегии. И оно повлияет и на водные ресурсы, и на климатические ресурсы. То есть это все надо этим указать. Все в едином комплексе. Если брать действительно все составляющие, то мы так каждую сферу, наверное, возьмем в нашей жизни. Это все влияет в итоге на климат и на воду в том числе, которая нам так необходима. Но так уже у нас несколько минут остается. По большому счету ситуация, вот скажите, вас сильно огорчает? Или вот чем она радует? Может ли вот эта вся история с вододефицитом в Крыму, с этими средствами огромными, которые выделяются, радовать в том контексте, что мы можем стать какими-то передовыми через пять лет в нашей стране передовиками по там рациональному использованию, по новым технологиям, по каким-то, может быть, датчикам, которые тоже будут, вот как в Японии вы рассказывали эту историю, где-то что-то фиксировать и в режиме реального времени выдавать результат. Ну, любой кризис, это, кроме того, это возможность, так? То есть это возможность и заставляет нас смотреть на эти проблемы. И есть еще другие регионы в России тоже с водным дефицитом. Мы знаем, что эта проблема существует многие годы. Но так получилось, что в Крыму остались ученые, которые могут этим заниматься. И есть Крымский федеральный университет, которым он многоплановый, синергетический. И хотелось бы, конечно, чтобы мы все собрались в одном едином центре и вырабатывали вот новое инновационное решение тех проблем, которые существуют. Независимо от того, пойдут даже, не пойдут даже, потому что мы немножко ушли в сельское хозяйство, в рекреацию, но огромные проблемы есть в жилищно-коммунальном хозяйстве, то есть как там можно беречь, если опять же вернуться. Нельзя говорить о том, что экономить мы будем за счет повышения тарифов. Во всем мире делается следующим образом, делается трехтарифная система. То есть если ты потребляешь меньше среднего, у тебя льготы идут, ты платишь меньше. Потом среднее потребление, средняя цена, но когда ты потребляешь много, у тебя резко возрастает цена. И тогда начинает экономиться этот ресурс. То есть стимулирует тех, кто потребляет мало и наказывает. Ну мы в Крыму пытались эту систему внедрять, там даже какие-то регионы пилотные, по-моему, переходили на потребление воды. Да, было несколько городов, у кого такой вот тариф был. Но это так пока, как версия. Вообще, конечно, с вами согласна, что вода... Ну и вы знаете, в Европе очень дорогая вода, вот поэтому все равно ее экономят. Тут тоже надо сделать замечание, что стоимость воды существенно зависит от среднего уровня жизни в стране. То есть там, где высокий уровень, то есть там есть опреснение. Спасибо вам большое. У нас время эфирное уже завершается. Напомню, в гостях у нас был Илья Николенко, Анатолий Копачевский. Благодарю вас за то, что пришли сегодня к нам в студию. До свидания. Всего доброго.